На этой неделе тема нашей программы это архитектура Венеции. Как мы знаем экспедиционный корпус уже был в Венеции, планируется экспедиция в Венеции. Да, но не было экспедиции. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что у нас, как говорят, у нас был рейд в Венеции. Венеция, безусловно, это такой замок, не один, где хранится куча тайн человечества. Это без спорта. Первое, что можем сказать, что в основании города стоит лабиринт. Обратите внимание, что в Венеции практически нет крестов. Если вы стоите к Сан-Марко, к собору, лицом, с левой стороны будет башня, где колокол и два человека делают что-то с колоколом, бьют в него там и так далее. Вот такого типа постройки они вот по всей Западной Европе, особенно в немецкой и австрийской ее части. Мосты в Венеции. Соответственно, мосты венецианские, они имеют свой колорит, свою техническую сторону, безусловно, в которой тоже нужно было бы разобраться. Кому могло прийти в голову построить такой город? Известно кому. То есть чьи гербы красуются на зданиях и на дворцах. Учебник по жизни. То есть я уверен, что Венеция содержит в себе целые пласты знаний, зашифрованных, которые выражены в архитектуре. То есть это книги, которые нужно уметь читать. А никто из современников читать их не умеет. Столько тайн накопилось в Венеции до сегодняшнего дня. И каждая глава – это тайна какая-то. И все это связано с каким-то волшебством, с каким-то мистицизмом и так далее и тому подобное. Много мистики, как бы, в экспедиции об этой деятельности. Никто, ни Сицилия, ни Венеция, своих тайн просто так. И кому попало, не отдаст. Нужно быть человеком, готовым принять эти тайны и уметь эти тайны аккуратно вынимать ее из рук. Редактор субтитров А.Семкин